Добрый день! С вами по-прежнему доктор Шуров. Сегодня мы разберем, что такое идеальные отношения и как их построить, чем здоровые отношения отличаются от нездоровых, и обсудим, что делать, если ваши отношения перестали вас устраивать. Для вас мы ведем канал на YouTube, пишем статьи на Яндекс.Дзене. Милости прошу подписываться, задавать интересные темы. Также напоминаю про телеграм-канал, там много интересного, что не входит в YouTube. Напоминаю про книги «Моя над пропастью не ржи», я думаю, вы уже запомнили. И моей супруге «Не перегори» про эмоциональное выгорание. Также заказывайте, пишите свои отзывы, обратная связь от вас очень важна. Когда мы говорим об идеальных отношениях, то у многих родителей возникают сложности со временем, которые дети проводят за компьютером. И здесь две крайности. Одни чрезвычайно контролируют, не давая детям заниматься интересным для них делом. Другие, наоборот, пускают на самотек и не контролируют ничего. Детская онлайн-школа Geek School предлагает решение этой проблемы. У них есть отличный курс разработчика для школьников, который преподает основы программирования. Курс подходит для детей любого возраста и помогает развить компьютерную грамотность. В процессе обучения дети узнают как теоретические, так и практические аспекты программирования. И только потом они смогут осознанно углубиться в одно из пяти направлений. Тестирование, программирование, анализ данных, проект и продакт-менеджмент, что в дальнейшем может стать его профессией. Они будут решать задачи и создавать свои проекты, развивая ключевые навыки. Курсы проходят в мини-группах по 12 человек или индивидуально. Занятия длительностью 90 минут проходят один или два раза в неделю. У учеников есть возможность общаться в чате Дискорд и задавать вопросы преподавателю. Если вы сомневаетесь, что курс подойдет вашему ребенку, вы можете записать его на пробное индивидуальное занятие с преподавателем. В GeekSchool действуют 40% скидки при покупке курса в ноябре и дополнительные скидки при покупке нескольких курсов одновременно. Не упустите такую возможность дать своему ребенку ценный подарок на будущее. Сразу отвечаю на первый вопрос. Идеальное отношение построить невозможно. У нас нет золотого эталона килограмма или метра, чтобы мы все понимали, как выглядит идеальное отношение. Уже здесь большая ошибка мышления, потому что вы не знаете, каковы идеальные отношения. И часто идеал мы требуем от партнера, не обращая внимания на собственную неидеальность. Мы можем только формировать здоровые отношения, не ограничивая свободу друг друга. Мы можем в определенные моменты делать выводы, что отношения продолжать невозможно. Я тоже дам критерии. Как это можно понять? И, соответственно, первый ответ. Идеальное отношение невозможно. Но сейчас я предлагаю задуматься, откуда у вас взялась эта картинка в голове. Может быть, это какие-то литературные произведения. Часто даже сказки. Мы все знаем историю Золушки. Давайте будем много работать. И принц обязательно на вас обратит внимание. Напоминаю, что особые королевской крови, как правило, заключают браки внутри семьи. Если принц себе что-то такое позволит, как и сказки про Золушку, он перестанет принадлежать королевской крови и будет лишен права наследовать трон. Вот чтобы даже здесь вы понимали, что сказка не бьется с реальностью. И тем не менее, богатый кинематограф, спасибо Голливуду и всем остальным, сказки, книги. И действительно, большинство фильмов, сказочных историй, они показывают ситуацию до момента свадьбы. Все заканчивается красивой свадьбой, мы не видим, что было дальше. Подразумевается, что все так же идеально. Поэтому уже закладывается огромная мина под тех, кто формирует свои отношения по этой идеальной картинке. На гормонах, в период ухаживания, ну, положено производить на друг друга впечатление, казаться сильно лучше, чем ты есть. Вот я, положа руку на сердце, это сейчас транслирую. Кто самой не согласен, может написать, что он вел себя как поросенок сходу с первой минуты знакомства и предупреждал там партнера, что ничего хорошего в отношениях не ждет. Ну, как правило, так не бывает. И потом люди начинают жить под одной крышей. Мы знаем эти кризисы первого года, рождение первого ребенка, через семь лет совместной жизни, кризис пустого гнезда, совершенно чудовищный, когда дети вырастают, уезжают, и если у родителей нет никаких общих тем, им становится совершенно невыносимо под одной крышей, если они не сформировали нормальные, адекватные партнерские отношения, не озадачились потребностями друг друга в браке. Поэтому из этого вытекает мой первый вопрос. Как вы оцениваете свои отношения сейчас? Романтиков, которые только начали отношения, я все-таки призываю не напрягаться. У вас все хорошо, я очень за вас рад. Ну, вы должны досмотреть видео, чтобы учесть определенные рекомендации, которые я дам. А людей, которые в отношениях хотя бы год живут совместно, пишите про свои кризисы, это тоже очень интересно. Возможно, я сниму отдельное видео, где мы это обсудим. Как всегда, вот приглашение на интервью, кто прожил очень долго, счастлив, готов делиться секретами своей семейной жизни, было бы интересно обсудить. На мой взгляд, идеал у каждого разный. Одни хотят повторять жизнь родителей, когда живут в счастливой семье, не зная всех подводных камней, которые скрываются от ребенка. Другие, наоборот, действуют по принципу не повторять жизнь родителей. Я так жить не хочу. Меняют местность, иногда уезжают в другую страну в надежде от себя убежать. Но вы должны понимать, что основные убеждения закладываются как раз в детском возрасте и первым значимым примером для нас являются родители. Как выглядит любовь, как нужно вести себя в семье, как выглядит забота, внимание. Я многим пациентам на семейной психотерапии просто прошу дать, что для них определение любви, как оно выглядит, как партнер должен любовь выражать. И здесь тоже очень важное мое наблюдение, когда люди приходят с запросом на проблемы в семейных отношениях, вот все время требования направлены на другого. Поменяйте другого, чтобы он меньше пил, больше мне внимания уделял, дарил там цветы пять раз в месяц, не забывал мое день рождения. Хотя я не помню, какой-то юморист дал определение семьи, что это союз двух людей, где один не помнит даты, крайне важные для другого. Поэтому, ну, такое бывает. Да, особенно мы должны понимать, что есть женские ожидания в браке, где важна значимость. Даже в фильмах иногда это показывают, когда девушка спрашивает, а ты там помнишь, когда мы первый раз поцеловались, или когда ты мне предложение сделал. Вот такие тесты проводит на память своему партнеру. Ну, мужской мозг устроен немножко по-другому, он совершенно спокойно может это не помнить, а может помнить другие детали, которые уже не помнят. Девушка, это не должно быть предметом для каких-то споров, на мой взгляд. Я помню день рождения моей жены, 20 июля. Разбуди ночью, я вспомню. Для меня это важно. На мой взгляд, вера в идеальную любовь исключительно вредное убеждение, потому что любой рост, любые изменения возможны только из кризиса, из выхода из зоны комфорта. Если, как говорится, молочные реки, кисельные берега все идеально, ситуация консервируется. Эта история не про развитие, не про движение вперед, не про синергию, когда в семье люди друг друга дополняют, помогают переживать кризисные моменты, семейные кризисы, внешние кризисы. Семья это, да, в идеале тихая гавань, но даже здесь есть место отстаиванию собственных потребностей. На мой взгляд, все-таки это место, где честно говорят о проблемах. Если какая-то потребность не удовлетворена, не хватает эмоций, не в виде претензий это предъявлять, вот ты мне не дал. Это голодная, жадная пасть, куда все время надо что-то подкладывать, тогда тебя будут принимать, а в виде я послания, вот я переживаю, у нас давно не было того-то. И супруг, соответственно, отвечает в рамках психотерапии, потому что, объясняя, почему он это не делает. А дальше мы, как в бизнес-переговорах, просто договариваемся, что для одного партнера любовь проявляется вот так, а для другого вот так. Есть даже эта веселая история у одного психотерапевта, по-моему, Вирджиния Сатир, когда муж все время дарил розы, а жена ненавидела розы, ну, считала, что это его любимые цветы и принимала эти цветы. А жена, соответственно, варила ему овсяную кашу, это был его самый ненавидимый продукт, но он это ел, чтобы жене сделать приятное. Они ни разу на эту тему не поговорили. Просто вот по умолчанию было так, а потом вдруг при психотерапевте рассказали, как оно есть и избавились от очень большого негативного триггера в отношениях. Проблема, когда нужно третье лицо, чтобы вот что-то обсудить. Люди стесняются, не договаривают. Многие ведь искренне считают, что должен догадаться. Вот семья — это про открытость. Это не должен догадаться, когда какая-то обида, губа выпячивается на 5 сантиметров, не разговаривает, ничего, ты должен читать мысли. А теперь вопрос к моей думающей аудитории. Как вы считаете, какие отношения у меня в семье? Ответ будет в конце видео. Здоровые отношения в семье базируются на определенных принципах. Безопасность, принятие, доверие, общие цели, следование договоренностям в рамках общих целей, открытость, готовность обсуждать любые противоречия сразу, а не накапливать их. Человек не должен совершать физическое, психологическое, экономическое, насилие в семье. Семья — это тихая гавань, где мы чувствуем себя комфортно, что бы ни происходило вовне. Это место максимального эмоционального расслабления. Взаимоуважение и доверие. Подразумевается, что отношения выстраиваются в равной позиции. Взрослые — взрослые. Никто в семье не доминирует, не тянет на себя одеяло. Но вместе с тем, если возникает какая-то проблема и один может решить ее лучшее, то в рамках доверия второй ему делегирует возможность эту проблему решать. И всячески помогает. Но отношения, повторюсь, это очень важно, выстраиваются на равных. Я очень часто на консультации вижу, когда мужчина в позиции родителя или взрослого и девушка в позиции ребенка все время капризничает, какие-то подарки нужны. Это отношения не на равных, не долгосрочные. Рано или поздно устанут обе стороны. Очень важный момент — это открытость. семейная жизнь очень долгая. Возникают неудовлетворенные потребности, эмоциональные проблемы, может быть, даже проблемы со здоровьем. Очень важно, чтобы это все открыто, в моменте обсуждалось. Не надо ничего накапливать. Не надо там обидами наталкивать на мысль, что что-то не так, и второй партнер должен догадаться. Вот я призываю в моменте, если что-то не так, сразу давать обратную связь и это обсуждать. Это позволяет избежать очень многих проблем. Вот так в моей семье. Если мне что-то не нравится, я не буду корчить хорошую мину при плохой игре. Я сразу говорю, что, на мой взгляд, вот это неприемлемо. Давайте менять. И ни разу еще никто не сказал, зачем ты испортил праздник или чего-то. мы садимся, обсуждаем и приходим к консенсусу. Для развития динамики семьи очень важны общие цели. Кто-то строит карьеру, кто-то занимается семьей, хобби, совместные поездки. Вообще очень желательно иметь план на жизнь. На день, на месяц, на год, на десятилетие. Чтобы этого плана придерживаться, причем я всегда людям говорю, ну, запланируйте максимум, если ситуация идеальная, минимум, то, почему вы будете считать, что все успешно, хорошо. Ну, где-то среднее получится, и отлично, можно будет переходить к следующему этапу. Но планы нужны. Это динамика, это развитие. Потому что то, что не развивается, не движется вперед, законсервироваться невозможно, поэтому будет деградация отношений. Будет бесконечный день сурка. И, разумеется, принятие. Возвращаемся к истории про идеал. Мы не идеальны. Действительно, партнер может заболеть, где-то что-то неудачно сделать, может быть, потратить денег больше, чем планировалось. Это все допустимо. Если картина мира шаблонная, вот идеал всегда должен поступать так, как я хочу, ну, эти отношения обречены. Если мы понимаем, что все может случиться, но мы все равно семья, для нас максимально важно совместное проживание этой жизни. На многие вещи закрываешь глаза, относишься спокойно, глядишь и лишний раз тарелку за собой помоешь, без скандала, или еще что-то сделаешь. Это не будет проблемой. Ты ценишь партнера, принимаешь его, любишь со всеми недостатками, и, соответственно, вправе рассчитывать на такое же отношение к себе. Эти пять пунктов здоровых отношений я считаю самыми важными, базовыми. Жду от вас обратную связь, сколько пунктов соблюдаются в ваших отношениях, и поделитесь, что не соблюдается, и чего вам не хватает. Есть базовое ощущение счастья и удовлетворенности, когда в семье тебе хочется присутствовать, тебе комфортно. Да, могут быть споры. Есть очень эмоциональные семьи, где конфликт выступает как прелюдия перед очень хорошим сексом. Но, тем не менее, люди развиваются, функционируют, не попадают в стрессовые ситуации, дети растут здоровые, хорошо учатся. И семья – это вот как единый организм. Ты понимаешь, что они друг за друга, они друг друга поддерживают, они все семейные бури переживают. Конфликты могут быть? Могут. Претензии могут быть? Могут. Но не из позиции «ты мне должен, обязан, давай меняйся». Опять мы говорим про «я» сообщение. Когда ты делаешь что-то, то-то, я страдаю, или мне это не нравится, для меня это неприемлемо. Садимся, обсуждаем и договариваемся. Следом, очень два важных замечания от доктора Шурова. Во-первых, вы должны быть готовы, что партнер не захочет меняться именно в рамках, как вы хотите. Возвращаемся к идеальным отношениям. Поэтому у него должна быть определенная амплитуда действий, которая тоже результат договоренности. И второй момент – это вот вы должны быть готовы к отказу, если человек объяснит это мотивированно, почему он не может это сделать, ну, где-то, значит, надо подождать или взять ответственность и нагрузку на себя. Это нормально. Вы сели, честно поговорили, дальше идет развитие, вы уже поменялись, мир и покой в семье. Если это постоянные скандалы, претензии, кто там помоет тарелку, кто вынесет мусор, не так посмотрело, не дай бог ревности и ограничения, что с друзьями нельзя, к подругам нельзя, вот это бесконечное притязание на другого, поглощение другого, ты мне обязан, ты должен, там уже не поймешь, где причина, где повод. Если причина – общая неудовлетворенность в семье, поводов будет миллион. Я в прошлом месте жил, там соседи ругались каждый день, по любому поводу. Уже если вечером тихо, то думаешь, наверное, они друг друга убили, мебель не летает. И так люди живут годами, в таком стрессе, в постоянных конфликтах. Вот если что-то у вас постоянно, если семья – это не тихая гавань, если вы все время стрессуете, вам претензии предъявляют, или вы непрерывный поток претензий, и вы ни о чем не можете договориться, вот это стопроцентный повод пойти к психологу и уже разобраться в претензиях вместе с третьим лицом. Один из частых вопросов – вот все было идеально и резко стало плохо. Во-первых, напоминаю вам про розовые очки, вы могли просто игнорировать значимые недостатки другого в желании войти в брачные отношения. Второй момент – отношения – это не что-то законсервированное, они всегда развиваются в динамике. Партнер поменялся, а вы настаиваете на том, чтобы он был прежний, игнорируете, что он уже другой. Мы даже сегодня иные, чем были, чем вчера, и глупо рассчитывать, что через 10 лет будет все то же самое, такое же желание секса, такая же активность, такая же комплементарность, но мы меняемся. И вы меняетесь, и партнер меняется. Поэтому вот один из секретов – объективно воспринимать другого в моменте – ой, не как в конфетно-букетный период, все плохо, он меня обманул, не обманул. Просто уже поменялся гормональный фон, лучше друг друга узнали, накопился объем претензий, которые вы не прорабатывали. Вы также можете спросить вот через «потому что», почему ты это не делаешь, что он вам ответит. Постарайтесь услышать. Не потому что, а вывод какой будет? Ой, разлюбил. Все, наверное, кто-то другой, еще что-то. Дальше же мы эту ситуацию докручиваем, нам же надо как-то логически обосновать, что пошло не так. Поэтому отношения – это всегда работа двух людей. И при желании можно испортить любые отношения. Если не слышать другого партнера, не соблюдать принципы здоровых отношений, и все время главное от него требовать меняться под наш идеал. Начинаем что с себя. Базово, красной нитью, всегда проходит одна важная мысль. Если что-то для вас важно, вы хотите это поправить, сохранить, не справляйтесь сами, идем к специалисту, не один с претензиями, а желательно все-таки вдвоем. Потому что и у меня такой же будет запрос, я хочу выслушать обе стороны, чтобы понимать, что происходит. Мы все себя любим, а второго очень сильно выставляем в ненужном свете, поэтому желательно прийти вдвоем. И будем тогда обсуждать. С какими трудностями вы сталкивались в своих отношениях? Может быть, вы можете поделиться лайфхаками, как вы эти трудности преодолевали, что вам помогло сохранить отношения. Было бы здорово. Или наоборот, что было последней каплей, когда отношения развалились. Несмотря на ваши усилия, это тоже очень интересно. Обещанный ответ на вопрос, какие у меня отношения в семье. Я очень доволен своей семейной жизнью. Я считаю свою супругу не идеальной, но лучшим, что было в моем опыте. Поверьте мне, он достаточный. Я считаю ее очень хорошей мамой, которая любит наших дочек и уделяет им очень много внимания. Она максимально открыта в отношениях, то есть считывает мое настроение сходу. У нас никакие проблемы, претензии не накапливаются. То же самое и я вижу вот эту маску, когда человек чем-то недоволен. Точно так же спрашиваю. Еще мы профессию не тащим в семью, потому что очень много тяжелых пациентов, сложных случаев. Я говорю, ну, если ты хочешь, можем собрать консилиум, вынести какое-то общее решение. Ну, я тебе абсолютно доверяю, как профессионалу, специалисту, если ты считаешь, что надо лечить вот так, без проблем. Я тебя в этом поддерживаю. Но дома мы стараемся психиатрию, наркологию не обсуждать. Вот как финские лесорубы в лесу о бабах с бабами Олеси. Главное, что вот все должно быть по контексту. Как пережить неидеальность партнера? Первое. Не надевать розовые очки, не придумывать идеального партнера. Уже сразу максимально нравится подумать о том, что есть подводные камни. Включить немножечко наблюдательность. Это устранит максимальное количество конфликтов в будущем. Второй момент. Это принятие партнера. Это понимание, что мы все во времени меняемся. И мы также неидеальны. Человек неидеален. Дальше начинаются динамические отношения вокруг семьи. Могут быть ошибки, недопонимания. Вот это очарование должно уйти. Не в рамках разочароваться полностью, обесценить в ноль и там потребовать меняться, погнать к психотерапевту. Нет. Просто оценивать в динамике, понимать, что мы меняемся, но все равно общие цели, дети, семья — это опора и место абсолютно ресурсное, где очень хорошо, где мы отдыхаем от внешнего мира. Ценить это, уважать, действовать синергично, содружественно. Если возникают психологические проблемы, вы их не можете преодолеть, нормально, честно договаривайтесь, идете к специалисту, работаем. Все в этой жизни поправимо, когда есть желание двух сторон. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме идеальных отношений, или вы столкнулись с проблемами с семейной жизнью, звоните, приходите, мы вам обязательно поможем. Желаю вам хорошего дня. Бесконечно любящий вас доктор Шуров.